Всем привет! В ремонте зеркальная фотокамера от Nikon. Дефект. Разбита матрица дисплея. Видео о замене дисплея. Под замену был заказан новый дисплей из Китая. Ссылки на дисплей и необходимый для ремонта инструмент будут в описании. Разбираю фотокамеру. Перед разборкой вытащи карту памяти и аккумуляторную батарею. Полностью разбирать аппарат не придется. Достаточно будет снять заднюю панель, на которой расположены дисплей и кнопки управления. Выкручиваю винты. Пара винтов с нижней части корпуса. Еще пара с левой части под резиновой заглушкой. Четыре винта под наглазником, один из которых под накладкой оптического корректора видеоискателя. Винт под резиновой накладкой. И последняя пара винтов под боковой резиновой накладкой. Снимаю заднюю часть корпуса с помощью пластиковой лопатки. Снимается задняя панель туго. Резиновую заглушку лучше снять. Она мешает и при разборке, и при последующей сборке также будет мешать. Задняя панель почти освобождена. Единственное, что держит, это шлейф дисплея и кнопок управления. Отключаю шлейф. Дальнейшие работы будем проводить с задней панелью. Выкручиваю винты металлического фиксатора дисплея и кнопок. Отключаю шлейф подсветки дисплея. Отклеиваю скотч и отключаю шлейф матрицы дисплея. Выпаиваю провода динамика и снимаю фиксатор. Снимаю шлейф с кнопками. Отклеиваю транспортировочную пленку с нового дисплея. Вынимаю разбитый дисплей и устанавливаю новый. Далее собираю все обратно до момента с фиксатором. Фиксатор закреплю пока что на пару винтов. После проверки дисплея на исправность можно будет полностью собрать. Подключаю шлейф с задней панели. Перед сборкой задней панели проверьте все кнопки. При неправильной сборке некоторые кнопки могут не нажиматься. Шлейф дисплея фиксирую каптоновым скотчем, чтобы самопроизвольно не отключился. Подключаю шлейф с задней панели. Здесь шлейф установлен с перекосом. Правая часть шлейфа недовставлена. А вот так шлейф будет установлен правильно. Защелкиваю фиксатор разъема и ставлю заднюю панель на место. Продолжение следует... После сборки еще раз проверяю работу дисплея. Кстати, качество изображения китайского дешевого дисплея не отличается от оригинала. Углы обзора и насыщенность цветов на одном уровне с оригиналом. На этом мой ремонт окончен. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok